Давайте приступим к регистрации хостинга. Предлагаю воспользоваться услугами хостенко.ком. После сегодняшнего вебинара вы все получите видео уроки, домашние задания. И в конце урока будет предоставлена дополнительная информация, ссылка на компанию регистратор домена. Вы можете не искать в браузере, ничего не набирать. И ссылка на компанию регистратор хостинга. То есть, если вы нажимаете на эту ссылочку, вы попадаете вот на такую страничку. И мало того, если вы именно воспользуетесь не ручным набором адреса хостинга в адресной строке браузера, а пройдете именно по ссылке, то у вас будет возможность получить еще 10% скидку. Я сейчас все буду делать вместе с вами. Выберу вариант «Зарегистрироваться 14 дней бесплатно». Вполне может быть, что меня потом не устроит данный хостинг. Хотя это хостинг, который настроен именно для работы с WordPress. И здесь даже предусмотрено обучение и информационные материалы для работы с WordPress. Это наиболее направленный на движок WordPress хостинг. Проходим «Зарегистрироваться». То есть, нам предлагается 14 дней теста, количество сайтов 1, база данных MySQL 1, дисковое пространство 500 мегабайт. Нам этого достаточно на первое время. Поэтому разные способы оплаты предусмотрены. Поэтому приступим к регистрации. Нажимаем «Попробовать». Вношу свои данные. Я прочитала условия «Отмечаем чекбокс». И нажимаем «Далее продолжить». Проверьте, пожалуйста, ваш e-mail. На него отправлено письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. Зайдем в свою почту. Проверим электронный ящик. Да, действительно, письмо появилось. Мне сразу же показывают все мои данные. Так, и теперь для подтверждения регистрации перейдите, пожалуйста, по ссылке. Переходим по ссылке. Здесь нам предлагают сразу же создать сайт. Так, создать сайт. Переходим. Меня интересует блог. Сразу даются темы для блога. Выберем какой-нибудь наиболее простой. Для того, чтобы нам было и наглядно, и понятно, и проще управляться. Сменить тему мы всегда сможем на начальном этапе. Ну, а пока остановимся на создать сайт. Использовать уже зарегистрированный домен. Так, я пропишу DNS. Указываем домен, который мы зарегистрировали с вами. А зарегистрировали мы с вами бузин S2. Продолжить. Нам предоставляют возможность выбрать название сайту. Я пока назову его тестовый сайт. Язык WordPress русский. Логин администратора. Ну, предположим, пока выберем самый простой. Пароль. И еще раз e-mail. Нажимаем «Создать». Финализация установки сайта. Установка сайта будет завершена, как только обновится NS-запись в регистраторе вашего доменного имени. Сайт пока не может быть доустановлен, поскольку для этого домена все еще не указаны наши NS-сервера. Давайте вот эти данные, что нам предоставили с хостинга, их сейчас скопируем и оставим в каком-нибудь документе, потому что данные DNS нам пригодятся. Переходим на сайт, где мы регистрировали с вами домен. 2Domains.ru Заходим в панель управления. Здесь нам необходима основная панель регистратора REC.ru. Я захожу. Переходим в домены. Мои домены. Выбираю домен, который мы сейчас привязываем к хостингу. Здесь, в выбранных услугах, чуть ниже, выбираем желаемое действие. Это у нас изменить DNS сервера домена делегирования. Нажимаем применить. Снимаем галочку в первом чекбоксе, во втором ничего не делаем. У нас исчезли внесенные автоматически сюда данные. Вносим то, что нам показал хостинг. Вот то, что мы копировали. Первую часть скопирую. Вставляем сюда. Вторую. NS2.dominator.com Скопировали. Вставили. И у нас там третья часть есть. Копируем. Вставляем. Осталось нажать «Изменить». Больше на этом сайте нам ничего не надо. Переходим на наш основной сайт по хостингу. Переходим к нашему хостингу. Мы остановились на том, что копировали здесь данные DNS. И нажимаем «Продолжить». И за что я люблю этот хостинг хостинга.com Мы сразу же попали с вами в административную панель WordPress. Нам осталось только посмотреть, как выглядит наш сайт. И донастроить WordPress под себя. Но это уже на следующем уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!